Телевизор Это, конечно, Пасха, светлый праздник для всех христиан Думаю, что и не христиан, он тоже захватывает Но праздник перестал быть содержательным, за исключением той категории, которую этот праздник превращает в сатанизм Мне прислали фотографию из Храма Вооруженных Сил Это, конечно, ужас какой-то Это осквернение всего Понятно, что в этот праздник гундяевские сатанисты собрались у себя на свою сатанинскую мессу под видом христианского ритуала Все осветили в красном свете Вместо Христа там Сатана на стенах нарисован Так подсвечен, что никаких сомнений не остается А христианские храмы теперь в Российской Федерации не пускают Потому как есть обоснования, есть ресурсы, выставляется полиция Каждый, кто входит, должен одеть эту мракобесную маску И заходить можно только в определенном количестве Если вас там слишком много, если так называемая кретиническая социальная дистанция не соблюдается Значит, вход в храм закрыт Стойте в очереди в храм То есть все, Московская Патриархия это никакая не церковь Это никакие не христиане И все вот эти пропутинские монахи или священники или дьяконы Это, конечно, никакая не церковь Они абсолютно чужды Христу Они абсолютно чужды христианскому народу Который все еще живет в каком-то количестве Или хотя бы христианство Живет в душах людей В их сознании, интеллекте, мировоззрении И хоть как-то еще живет на Руси Но вот эти люди, они полностью отреклись от Руси От русских, от русского христианства От русских христиан Это вся вот, вся кодла, извините Которая носит рясы, там, кресты Не по заслугам Они никакие не священники Это переодетая сатанинская сволочь Они молчанием своим предали Бога Тем, что они сослужат вот этим сатанистам гундяевским Они показали, что они предатели И никаких ритуалов с ними Никаких треп у них мы не должны Запрашивать Это, конечно, наши храмы Это наша вера Но они абсолютно чужие Они оккупанты Они оккупировали наши церкви Второе событие по чистоте сообщений Это 1 мая Я удаляю всех, кто меня поздравляет с 1 мая Любым образом Я всех их переношу туда Я понимаю, что когда меня поздравляют С праздником Пасхи Христовой То я, как бы, человека принимаю Как может быть христианина И я не вижу за этим Какого-то двойного дна А вот когда человек не понимает Что прямо на Пасху Он меня поздравляет с 1 маем И эти открытки советские рассылают Мир, труд, май То же самое, что «Слава КПСС» Абсолютно бессмысленные лозунги Вы зачем все это шлете друг другу? Вы о чем здесь? О каком дне международной солидарности Трудящихся вы говорите? Какие трудящиеся? Где этот международный день? Где вы находитесь? Вы же предали свою страну, свою родину Вот этими дурацкими открытками Вы согласились этими открытками Вы говорите, что вы не христианин А это значит, что вы отреклись От всех своих предков Значит, вы отреклись от христианской Руси Вы отреклись от Российской империи Значит, вам навсегда быть рабами Вы подтвердили свой рабский статус Я с рабами общаться не желаю Поэтому везде, где я только вот замечаю Опять мне открытку там, как кто-то прислал И ВКонтакте, соцсеть очень тщательно подбирает Вот я не подписываюсь на этих людей Я с ними не имею ничего общего Но тоже подчеркну Сатанинская природа этой компании Которая тоже оккупирует информационные потоки Информационные сети Состоит в том, что Или доказывается тем, что Они подмешивают мне в ленту Вот этот поток мерзости Вот все, что Красные флаги, серпы молоты Трудящаяся борьба Там все, это все Идите вы куда подальше Это только нерусь может рассылать Я понимаю, что кто-то может ошибаться Кто-то так, ну как бы нестойкое мировоззрение Туда качнулся, сюда Праздник весны и труда Значит там пролетарии всех стран Соединяйтесь И вот эту ахинею несут Не замечая, как они Вот соединяются как раз с гундяющиной Вот эти вот первомайцы и гундяющины Это одно и то же В своем отрицании Русской России Это люди одного и того же типа У них разные только Поверхностные оболочки Они разные послания могут рассылать Друг другу И в разных ритуалах участвовать Но суть-то одна Я не хочу быть ни с теми Ни с другими Вот и прошу там Все, кто там Почитает гундяева с его Извините, кодлой Такой же кодлой, как и у Путина Идите куда-нибудь подальше от меня Вот И естественно эти первомайцы Вы погубители России Что те, что другие Вы погубители Я не хочу с такими людьми Иметь ничего общего У меня нет ничего общего с вами Я разговаривать с вами не хочу Я не хочу вам ничего там Прощать какие-то ваши заблуждения Что-то вам разъяснять Я хочу иметь дело с настоящими русскими людьми С русскими православными христианами Вот с ними я готов Ну, среди них тоже Всякой подменной нечисти полно Поэтому внимательно отношусь Ко всему, что эти люди говорят Но среди них хотя бы я уверен Что есть наши А кто вот эти краснофлажные открытики Рассылает и поздравляет друг друга С миром, трудом и маем Я с ними ничего общего иметь Не хочу и не имею Вот, и третье событие Ну, вот, все заполнено этим видеороликом Где этот Ну, абсолютно глупый человек Посаженный Руководителем Государственной Думы Вячеслав Володин Ну, просто дурак дураком Понимаете Вот, чего бы он ни сказал Ну, все просто бред собачий И, ну, с такими людьми Неприлично общаться И вот он подходит К этой старушке 90-летней В надежде, что она в силу своей Уже по возрасту Недееспособности Ничего не ответит А у него будет ролик Как он там За ручку поздоровался С ветераном Чего-то несколько добрых слов сказал Ну, поскольку дурак Он попался В общем, надееспособного человека Не ожидал, что Сам недееспособен Думал, что и все остальные Такие же дураки Ну, он-то будет просто Пнем, если доживет До 90-летнего возраста Вот, дай Бог ему здоровья Дожить до суда И до народной расправы Над соучастником преступлений Которых уже вот эта Путинская администрация За 20 лет она совершала Просто выше крыши Ну, старушка Единственное, что не сделала Она начала там жаловаться Что, как бы, вот Ну, фактически Воруют деньги у нее И где-то там брякнул Еще раз встретимся Палкой получишь Ну, так, по крайней мере, пишут Я уже этот ролик до конца не смотрел Я эти розовые слюни не люблю Вот, ну, даже если она Это вот прям так сказала Я бы Посожалел, что Старушка упустила Хороший шанс Больше у нее такого шанса не будет Я советую всем остальным старушкам И если у вас попадется на пути Вот такая нечисть Вы узнали своего врага Которого постоянно видите по телевизору А чем вы еще занимаетесь Кроме как Не просмотром телевизора И вы всех знаете Не упускайте возможность Не упускайте Она, может быть, случится Один раз в жизни Вот И мы, русские люди Когда время подойдет Краха этого режима Когда это произойдет Не знаю Но мы тоже должны Не упустить свой шанс Потому что Если мы его упустим То расправится с нами А нечисть, захватившая нашу страну Нечисть, захватившая нашу церковь Нечисть, изломавшая мозги И многим людям Которые могли бы достойно служить Отечеству Не будет наказана Мне бы хотелось, чтобы Мы их наказали А не Они нас уничтожили Россию, русскую власть Слава Руси Господи, спаси